Добрый вечер еще раз, друзья! С вами студия Руха, Олег Мингот и Сергей Ревин, он же Смайл. В продолжении сегодняшнего вечера и сель-про лиги восьмого сезона уже новые команды Space Soldiers и коллектив Gamers 2. Будет у нас две карты, также завершающие сегодня две карты, которые мы посмотрим в рамках ДКШ и Инферно. Спейсы вчера неплохо смотрелись против Астралис, там два раза были допы. Ребята реально хорошо играют постоянно в онлайне, но вот когда приезжают на лану, у них какие-то проблемы. И G2 на самом деле тоже потихоньку разыгрываются. В начале сезона у них, ну когда-нибудь только этот состав собрали, совсем дела шли плохо. Сейчас и включаются все и Шокс, и Кеннис такой более стабильный становится вообще. Ребята сыгрываются потихоньку по ходу Экзистенс, свою команду собирает потихонечку. Потихонечку, но это понятное дело не факт, может быть увидим провалы в очередной раз. Но карта ДКШ это коронка от команды G2, поэтому смотрим, пистолетка пошла. Да и в принципе из турки эту карту любят, знают, умеют, у них это получается. Сегодня уже играли против команды Team Spirit, летели на защите 0-11, после чего смогли взять целых 14 раундов подряд и выиграть на овертаймах у нашей команды. Поэтому в атаке страшны спейсы, если не забирают больше количества раундов штук 10-11, то будут огромные проблемы. Экзистенс уже вваливается в мейн, забирает бази, Экзистенс не теряется в смоки, просто его не видно, он ниндзя, маленький Экзистенс. Капитан Бельгийский просто стоит и ничего не делает, его пытаются чекать, он находится на IBK, но дальше Экзистенс просто прислает по бомбкере, скачет игрок атаки. И это приводит к тому, что погибает Экзистенс. Разворот-поворот, и команда Space Soldiers просто разбирается со всей командой G2 Sports, хотя какое было близкое взаимодействие между этими коллективами на Апланте. Да, но мне кажется, нужно было пораньше Экзистенс открываться, очень долго простоял там. Так он простоял, вышел, никого нет, ага, обратно зажал, вышел, тут уже с собой три чувака. Ну, одному минус дал, хотя бы, но все равно. Все довольно-таки плохо. Ксантарос, просто лидер этой команды, жесткий стрелок, очень жесткий, как раз сделал вот этот первый Open с P250. Еще парень мне тут очень импонирует. Вообще, команда у них сыгранная, очень сыгранная, турки состав не меняют. Ну, вообще, и пас в последнее время начал лидировать по таблице, по фрагам. У него тотрицатник набивает еще больше. Мэйджер натаскал команду сегодня против Team Spirit. И вообще, было очень здорово наблюдать, как вся команда Space Soldiers включается в нужные для команды моменты. Поэтому будем наблюдать за те... Ох ты, как бадди, хэдшотом просто затягла. Сносит к Сантаросу. Это неплохо, это был Калашников, но Мактены по-прежнему еще не ворвались. У нас укрепление Аплентайджи, ту и спорт находится в пятером. Потом в этой позиции зайти сюда будет крайне сложно. Нужно туркам разворачиваться и скручивать ногу на Плент-Б. Да, пять деглов здесь очень опасно. Там жесткие подсадки из-за Б3 подсадки. В пленте была подсадка, поэтому обратно пошли. У нас ребята сейчас под флешку могут врываться. На самом деле, я думаю, так и планируют. Вот она пошла флешка. Вот они деглы. Раз, два. Тут два их можно было собирать. Но они мейджор с пасом у нас расстреливают и Смитса, и Бадди. И дальше халдят. Но они еще ждут спину, по всей видимости, потому что информации не было. Никаких они тусовались, кто в скрипе, кто в мейне. Поэтому нужно сейчас проверять абсолютно все. И пытаться уходить на точку Б, посадка в мидл. Там у нас находится Шокси, который сейчас, возможно, загуляет. Шокси до конца воюет на тибет. Еще молотов не решил мейджора туда отпускать гранату. Но, в общем-то, наверное, в этом отношении он и прав. Хотя нет, вот он молотов. Шокси этот момент читает. Прилетает молотов. Шокси нужно убегать. Шокси погибает от капитана команды Space Soldiers. Да, мейджор его грамотно здесь выкурил. В прямом смысле этого слова. И дальше пошла атака. Но два человека у нас на пленте осталось. И деглы-то могут сработать. Экзистенсу главное попадать. Хорошо. Один есть. Второй. Красный остается. И не читает здесь Кенниса. Может спрятаться. Нет, вы увидели. Вы увидели 6 секунд. Пытается до конца топить с дегла. Но не получился этот раш. Были близки французы к тому, чтобы забрать себе форс-раунд. Но немножечко не получилось. Ну, на самом деле, просто нужно было спрятаться за Б3. Именно вот у стенки. Да. Где-то так на углу, чтобы монсовать, чтобы его не увидели. А потом выйти и по бомбе нанести урон. Да его зачекали. А он мог спокойно именно выходить. И давать по этому красному минусу, который выходил со скрип. Ну, который пошел бы его чекать. Именно на префайре жестком выйти, там две пули дать вплотную. Как раз двух пуль убивает. И парень не стал бы уже с ним стреляться, потому что он бы бомбу ставил. Да. Нужно было до конца ждать. Ну, ладно. Сыграл как сыграл. Не нам его судить. Не мы играем в G2. Поэтому мы не в команде. Поэтому так оно и бывает обычно. Ну, а теперь от спейсов уже с Радигл. Есть также Мактен. Ну, и фарминка имеется. Но с калашами поддержка будет, конечно, голосальная. Три. Девайс имеется. По пулечке пытался за белый. И Ксантарес присылать. Там находится Смитс, который тоже, знаете ли, не промах. И в последнее время Смитс тоже в моментами выскакивает и включается в командный бой. Мы вчера видели с Кристалом подобные матчи. G2 там Смитса запускали. Он два-три фрага просто одним зажимом собирал только в путь. Смитс, да, опасный парень. Раньше, конечно, он, когда в форме был, стрелял неплохо. А он с АВП раздавал. Сейчас его, конечно, а рифлеры пересадили. Но все равно нужно разыграться. Нужно привыкнуть. Надо бы им. Ну и что, два дигла. Помогут ли команде G2 Sports, которые снова находятся в большинстве под точкой А, не пытались укрепить мидл и в четвером находились именно в этой точке. Кстантарес. А это мейджор, прошу прощения. Капитан делает уже три минуса. Мейджор просто халява собирает всю по всей карте. В разные стороны просто делает какой-то жесткий расстрел. Мейджор. Был близок. Нет, вот мейджор, опять же, мы говорим о том, что команда Space Soldiers очень редко берет в руки АВП. Особенно на атаке. Это можно видеть, но, может быть, если хорошо идет все у Space Soldiers, мы авик не видим вообще в атаке. Если все плохо, то, конечно же, мейджор берет АВП. Но мейджор не так хороший ВП, как штатные снайперы в других командах. Те же самые J2 могут похвастаться Кеннисом. Николарис есть у команды Астралис, ну и так далее, и так далее, и так далее. А мейджор, он больше такой именно координатор с М-мочкой, либо же с Калашом. Поэтому они такие карты стараются играть. Да, 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 стрелятельные. Стрелятельные, именно короткие карты. Вот Инферно тоже у них очень хорошо заходит всегда. Кобал с Бёрли, они были так расстроены. Кобал, это вообще была коронка у них. Они вылетали, когда эти быстрые раунды под Б-плент. Просто на загляденье они работали всегда. Это было здорово. Ну и снова у нас большинство игроков G2 Sports находятся на пленте. Бадди навалит по базу. Отлетает турецкий игрок. Пытается Бадди жить за смоками. Вбрывается Смит на погрузчик. Но это была не самая лучшая идея, потому что Келикс уже тут как тут. Начинается война дальше. Ксантарес уже внедряется за B3. Можно пробовать дальше. Ксантарес не палится. Кеннис находит Келикс уже 3-4. Большинство для команды G2 Sports. Но, по-моему, про Ксантареса они даже и близко не понимают. Ксантаресу нужно до последнего стоять. Просто не палиться, не открываться. Потому что спину поджимает. А там на бусте у нас сидит один из игроков, по-моему. Где-то там. Ксантарес сейчас может на самом деле этот раунд просто на халяву потащить. Потому что реально на него нет никакой информации. Сейчас Форклифф должен убивать. Раз. Машина. Второй. Да, это Ксантарес. И... Ой, увидел. Увидел, увидел, увидел. Бегите присесть. Флешка. Хорошо. Ксантарес как Юла крутился. Ксантарес не справляется с Экзистенсом. Два в два ситуация. Но Ксанти, конечно, тут вытворил невероятное. Внедрился за B3. Мейджор. Увидели его. Мейджор просто стоит. И получает в ухо. Остается Энжин. Но вот к этому парню у меня есть некоторые вопросы. Я не помню, чтобы он особо выделялся в клатчах. Но, может быть, в критичный для команды момент. И смог прилетать. Отличный скрип. И, в общем-то, для Энжина сейчас ситуация не лучшая. Дефьюз китов нет у команды. Что и Спорт Экзистенс находит фраг по Энжину. Ран открылся. Но, по всей видимости, не догадывался, что там нет Дефьюз китов. Мог бы до конца сидеть. И, в общем, был бы прав. Можно даже было в смоке открыться. Он прекрасно понимал, где бомба стоит. И через смок можно было бы шить. И потом обратно. И потом обратно, да. Одного убил. И моментально в дверь уйти. Но, опять же, выбор игрока, как он повел себя. У нас статистика за последние три месяца на карте D-Cash. И процент побед 20. Всего лишь матчей сыграно 5. И лишь одна победа на D-Cash. Некогда коронная карта команды G2 Esports. И вообще французская в сцены в целом. Но, как мы видим по статистике, у G2 вообще все идет не так хорошо. Но DAS 2 у них идет. Инферно идет. Вполне возможно. Санта раз опять делает этот опен. Бадин, конечно, этот парень стреляет, мне кажется, только по головам. Если вы покажете его статистику, там будет 100% хэдшотов. Я думаю, что так оно и будет. Действительно. Одни хэдшоты, хэдшоты. Что-то такое вообще. Дайте мне его скилл или хотя бы половинку. Я нагну ММ. ММ тебе не получится даже с его скиллом. Подсадка хорошая. Просто не читает. Но Келикс разменивает. Pass minus existence. Кеннис здесь в пункте. Он в прыжке. Инжин с фармганом все-таки справляется с Кеннисом. Кеннис не смог навестись. Шокс. Хэшка должна убивать здесь. Ай, я в угол. Неприятность небольшая. Келиксу нельзя открываться. У меня слишком мало хп. Полетела флешка. Вот под флешку уже есть неплохой шанс. Либо принять позицию, что будет неплохим вариантом мейджор. Внедряется в мейн. Но Келикс будет до конца держать Шоксу в напряжении. А там уже пошел поджим медла. Шоксу надо уходить. Шоксу надо уходить. Потому что есть и раскидка хорошая, и то же самое калаш, и второй армор. Поэтому он играет у нас неплохо. Шокс, лидер команды, все-таки G2. И он со своим калашом в следующем раунде, даже когда будет эко-раунд у команды G2, со своим калашом может порешать. Но его здесь могут выкуривать. На девятке. Он стоит очень опасно. Мейджор он может быть и заметит как раз-таки. Но он тоже идет беззвучно. Поэтому, ах ты тут... А он бы даже не видел. Если бы только на уголочек встал, то вполне возможно заметил Шокса. Но там чувствовать нужно. Да, там нужно чувствовать. И если бы еще тиммейты проверяли, примерно что-то близлежащее. Но Шокси спрятался хорошо. Форс должен быть G2. Все-таки денег там немного. И даже в случае экономического сейва нет. Решаются вообще брать минимум. Но для себя Чешка, два дегла и небольшой добор по раскидке от Шокса. Или даже там было у него? Не, у него все было. У него смог, да и флешки было. Да, ну значит, полный экономический. Сейчас Шокси будет врываться в стройку. Но проверит ли бокс сейчас? Погибаете. Времени уже Смит. Шокси выходит на контакт. Получает флешку. Теперь нужно бы жить. А Кенеса не проверяет Кенес. И сюда по одному. Второго не получается. Келикс разбирает Кенеса. В планете Б больше никого нет. Но есть информация по мидлу. Но Ксантарес не прощает таких ребят. Кенес Бадди замечает еще здесь Экзистенс. Тоже с деглом. Может наш Экзистенс ему присунуть. Но эту плюху. Ну все, информация есть, что тут ушел на машину. Энджин его контроли, скорее всего. Просто не отпустит, наверное. Хотя, хотя. Экзистенс? Нет, нет. Не летит у него. Сегодня с этой стороны зажимали. И, кстати, параллельный матч у нас идет Фейс Клан против коллектива Эго. Эго мы сегодня уже смотрели с вами. Фейсы до этого расправились с Виндигой. У них довольно сегодня такой лайтовый день. Потому что далеко не топовые коллективы играют против них. И есть шанс набрать 12 поинтов. Взамен того, что было вчера, всего лишь 34 матчей. Ну и голы могут бой дать на самом деле. Но они как-то сегодня против Херойков смотрелись не очень, чтобы... А Херойки далеко не топ-коллектив. А мы там с тобой наблюдали, что Фейсы 15-0 на Инферно начали закрывать. И у них там тоже первая карта на Инферно. Поэтому я думаю, что пришло-то близкое к тому, что было против коллектива. Бинди как мейджор. Тут расстрелялся. Не хедшотами, а вот Ксантарес с хедшотами. Но, в общем-то, это уже три фрага. Как мы видим, 5-7 и Дигл остаются на руках у коллектива G2. И пока что буст экономики для Space Soldiers. Ребята в атаке не прощают абсолютно никого. Да, халдят. Пас сейчас откроет еще. Скрип как раз заметит. Там плюс-минус шоксак где-то в районе Форклифа. Но там шокс аккуратненько спрятался. Там, конечно, пиксель башки видно его. Или, может, даже не видно за сиденьем. Ну, вполне возможно, да, что Ришард тут спрячется до последнего. Будет встречать Хайвей. Позиция весьма неоднозначная. То есть, вроде двое выживших, но где они, непонятно. Да еще и Space Soldiers, к тому же, особо не активничают. Понимая, что где-то, возможно, будет парный выпад от французов. И те могут застакаться. И действительно, очень много проблем доставить с поясом. И вот он, шанс, момент звездный для шокса. Влетает молотов. Все, минус. Хорошо. Башня. А второго нет. А тут Келикс. Келикс вообще у нас вторая звезда команды. Ну, коль пас разыгрался, можно, конечно, его второй. Но на протяжении всего прошлого сезона Ксантарес, конечно, был главной звездой. С Ксантаресом там вообще шутки плохие. А Келикс, да, вот был на втором месте всегда по статистике шел. И Ксантарес не так далеко уходил постоянно. Младший брат Ксантареса. Ну, по скиллу есть, разумеется. Так-то нет. Есть там в команде два Инжина. Имя такое турецкое интересное. Бадди близко на миде. Подплесчика выходит. Но Бадди нужно тоже посчитать. Мейджор. С подсадки нужно вдвоем так выходить. Потому что если ты через мидл так выходишь, Ксантарес забирает. Еще двое поджим. Сейчас могут... Ой-ой-ой, Кенес, отлично. Овек не ожидал. Здесь у нас Келикс. Не, Кенес четкий парень. Если разыгран, то он дает... Жару. Вообще и жару, и бой. И с любых девайсов. Тут Сантарес не прощает людей. Кенес промахивается в довольно удобной для себя позиции. Но есть еще одна снайперская винтовка. Это Смитс. Ты уже говорил, что Смитс раньше играл с АВП. Возможно, вспомнит свой скилл. И как начнет убивать людей. Шокси со скрипа выходит. Это очень неожиданно на самом деле будет. Для игроков атаки. Но потихоньку надо выходить. Долго действует. Потихоньку надо выходить. Инжину там чуть ли... А там дверка открыта. И Шокси может ворваться действительно в эту открытую дверь. Вот если бы закрыли турки Сквик, тогда информация была бы для Шокса очень даже. Закрой дверь. Молодец. Смитс делает минус. Дверь можно открывать. А там на дефолте план стоит. И прекрасно понимает, что он здесь находится. Инжин его разменивает. Не будет выходить здесь Инжин. Нельзя, нельзя открываться. Нужно пачку на дефолт ставить просто. Ну, уже. Хотя, не сказал. Грамотно разыграли. Просто Смитса здесь развели. Ничего не дали ему сделать. Клаши работают. Классный. 7-1. Спейсы в атаке. И опять Эко. Да, только один девайс. Но и по факту отдали у нас игроки команды Space Warriors. Это был первый девайс на раунд в игре. А потом просто пошли доминировать дальше. Четыре раунда подряд уже для турков. И выпад будет от КТшников с юго-западного управления. Возможно, это направление им поможет. Но, как мы видим, опять же зиглы под 250-й. Без единой гранаты. Снова попытка угадать. Трое под точкой... А, нет, двое под точкой B. И лишь один игрок находится на медле. Плюс, ну, до входа, наверное, стороной вкосил. Правда, в этот раз без действительно девайсов. Выпад под флешку. И с поясы пошли души своих понятных. Тут спиночку под 250-й пас. Разворачивается. Сыглы, как Юла, но Шок сдает только один минус. И есть возможность Экзистенсу кого-то убить. Но Анджин этот момент контролирует. Ксантарес забирает уже двоих. Вот одна голова. Анджин убирает Экзистенс. И остается последний Смит. Опять же, только один фак. А экономика команды Space Soldiers. Ну, ее разрушить будет крайне сложно. Это нужно брать 3-4 раунда подряд французам. Что практически невозможно против атаки спейсов. И, по-моему, даже в первый игровой день мы комментировали с Кристалом игру команды Space Soldiers. Как же они знанимали Баб Пулэн. Господи ты, боже мой. Там была раскрытка Молотовых. Сразу четверых. Там горел весь плент. Игроки вражеской команды уже на боксы забирали, чтобы не гореть. А уйти никак не получалось. Они тратили там все свои смайки на выход. А под себя ничего не получилось делать. Ну да, я, кстати, вот я не знаю. Вот когда вот такие закрытые пленты. Это вот что на Инферно, да. И вот абсолютно такая же ситуация на Кэша. У тебя вот есть плент. И вот его плюс-минус ты делишь на 4 части, на 4 квадрата. И вот в каждый квадрат какие-нибудь по Молотову. И у тебя реально в пленте не будут люди стоять. Особенно вот за дальний ящик, откуда выищен там Mavic. Ну, дефолт и дальний ящик, да. Вот Headshot, может, первый ящик. Вот эти 4 квадрата. Их нужно реально поджигать, и все. Ты выкуришь просто людей с плента. Они там сгорают. Им нужно под себя смоки кидать. Которых может не оказаться, опять же, на сети квадрата. Ты можешь кинуть Молотов один. Примерно будет понимать, где ты находишься. Там какая-то флешка, выпад. И ты слепой в смоках, не понимаешь, что делать вообще абсолютно. Причем если это делать на поздних таймингах, то как раз смоки откидываются все. Ну, первый смок кидается, в принципе, дефолтно, да, человеком, который набегает. А второй смочок может тоже кинуться именно по таймингу, где-то там на минуте. Алик. Хороший смок тоже на подсадку. Смит тут никого не увидел. И сейчас его здесь могут контролить. Ксантарос проходит просто по балке. Какой? Смит минусует паза. Причем просто человек. Здравствуй, Шокс. Его просто здесь пропустили. Ксантарос минус второй. А плент полностью открыт. Человек в мейне у нас еще экзистенс. И по нему нет, на самом деле, информации. Или может быть есть. Но его надо чекать. Келикс, я думаю, прочекает. Эта позиция. Нет, не прочекаю. Ксантарос очередной хэдшот. Браво. Ух ты, как тут Ксантарос распрыжечку сделал и развел выстрелом на ноже. Это куда, родной? Ох ты. Вот это был хороший выстрел от Смитца. При том, что Ксантарос там маньсил. Два АВП, две флешки вылетают. Энджин просто разводит. Принимает решение идти на Б-плент. И это правильное решение. Еще смог два молика. И с двумя АВП, конечно, будет очень трудно выкуривать. Смог на хэлпу. Молик на 9. И все, понеслось. Нужно, конечно, свой ультимейт дождаться. Ой, Кеннис, Кеннис, Кеннис. Горит, горит, горит. Нужно было в плент, наверное, спрыгивать, скорее всего. Но не решил. Вся, рисковать. О, бежит. Слышал в Энджин, слышал. Смитц, конечно, на ноге бежал. И сейчас могут на уйти. Ой, какие же спейсы разводилые. Большие молодцы. Ребята из Space Rogers. И, по-моему, даже Кеннис не пойдет на бритейк. И они еще как грамотно делают. Они идут через скрип, чтобы их просто в машине не смог вот этот АВИК, который быстро бы перетягивался бы на плент, убивать. Еще есть гранаты. Еще молик ему закинут туда на тачку. Хаешечку тоже могут прислать дальше. Главное не открываться. Здравствуй, мейджор. Ну, информация есть о том, что Кеннис перемещается. Энджин вовремя даже незамеченному ходит. И Кеннис, по-моему, примерно догадывается. Кеннис, получается, по голове и был близок к тому, чтобы вытащить клач из своей команды. Но это девяточка для Space Soldiers. И АВИК просто был в обозрении, но его никто не взял. А его не берут, они не хотят играть. А нафиг не нужен команде? У них с калашами классно получается. На самом деле, такая одна из единственных команд. Да. Ну, вот мы помним, что мы смотрели сегодня с Трэйсом. Трэйсом тоже бегали на атаке на Инферно в калаши. Да, это Инферно. Они АВИК не брали. Ну, Инферно, карта, там за атаку у нас наобили... Вы 17 на 5 дали. Алик Стандарес, добрый вечер, знакомьтесь, кто не знает. Скаут у Смитта. Это дикий парень. Да. Ну что, покажет ли нам Смитт такой же скил, как показывал Модинь в недавней игре против коллектива Эго? Такие два парня есть, которые реально настреливают каждый матч. Просто бешеное количество фрагов. Сейчас посмотрим. Шокс забирает мейджора. Сейчас должен подбирать калаш. Хотя нет, Инжин ему не дает. И второго тоже забирает. Кеннис тоже не получилось выйти. Нормально что-то дать. А вот экзистенса отличный. Хэдшот по Ксантаресу. Ксантаресу уже ничего не смог сделать. Второй такой избриз. Парень. Да, там была попытка от экзистенса калашников продвинуть дальше выстрелом под буш, чтобы туда пропрыгнуть, взять калашников и более уверенно его взять. Со скаутом замечает его, да. И пас вопрос здесь не отпускает. 10-1. G2. Ваш пик-то. Включаемся. За защитку-то может. Хотя G2 тоже за атаку они неплохо играют. Да. За защиту все равно свое определенное количество раундов нужно набирать на своем пике. Потому что, ну, здесь и Кеннис не играет, да, с АВП. Просто вот тут авик вообще не дает работать никак. Очень грамотно все пути АВП обходят. Что Смитс практически не убивает, что Кеннис практически не убивает. АВП здесь вообще не стреляет. Они мало очень выстрелов делают за раунд. Ну, вы с тобой видели отличный смог на буш, что не дает снайпер вообще смотреть эту позицию. Там уже пропрыгнули. Ксантарес вышел уже по этому парычу по этой балке. И удивил Шакса. Никак иначе это не могу обозвать. Это уже выход в Аплент. Бадди не пропускает базу. Начинает шить дальше в мейн. Ну, Каликс выходит. Смитс дает ответный минус. И нужно жить на НБК. Смитс просто сейчас будут выгонять. Сейчас с этого раунда. Как же получилось? Пуисов снова быстро ворваться на ноге. И просто без шансов разрулить жизни двух игроков защиты. Хотя и сами, конечно, дали себя поубивать. Но это 3 в 3. Все равно для атаки это неплохой вариант. Кеннис в полете ловит к Сантареса. 2 в 3. Ну, и вот они шансы для G2 Esports реализовать свой потенциал на этот раунд. В большинстве оформив второй хотя бы. Опять Инжин и Мейджор. Да. Так что же вы творите-то, Мейджор? Дикари. Просто дикари. Опять они вдвоем остались и опять потащили эту клач. 11-1. Ну, идут плюс все у коллектива Space Soldiers. Да, конечно, там Ксантарес вне конкуренции. Но как бы то ни было, они убивают все абсолютно. Если Ксантарес погибает в начале раунд, то, как мы видим, клач в исполнении этих ребят просто шедевральный. И где бы это ни было, а точка, а точка, б без шансов в любых позициях. Действительно, только один девайсный взяли, ну, вообще один раунд взяли на G2. Этого крайне мало нужно добирать. И то, там была 50 на 50 ситуация, которую тоже могли бы и не взять на самом деле. Когда там Ксантарес тоже выходил, убивал двоих. И там раунд спокойно могли забирать. Чуть ли не в ноль. Ну, вообще в ноль. Вообще в ноль разносит. Один раунд это такое себе. А там на втором канале то же самое происходит. 1-8. Фейзы не прощает Ego Sports. Но сегодня фейзы явно в форме. Мы вот с тобой сегодня, опять же, обсуждали тот параметр, что на Inferno, где ввели 15-0 в первой половине фейзы, Ника шел со статой по окончанию карты 8 на 16 или 8 на 14. А Керриган шел в плюсе по статистике. То есть мы видим, что ингейм-лидерство все-таки за. Никакого чем, но Керриган пытается убивать. Они уже без всего расстреливают. Через Макеи, Кеннис там вообще ничего не может. Я не знаю, честно. G2 надо по щеке себя похлопать после этой карты, потому что эта карта вряд ли уже закончится в пользу G2. Но тут реально разрыв. Тут даже не видно, как G2 будут выигрывать. Их просто перестреливают. Не дают ничего сделать. Продышать не дают. Вообще ни одной части карты. Просто перестреливают. Хоть разок пульку нажмите. Ксантарос сейчас вот в бочину, наверное, только заберут. Это будет уже какое-то счастье. Да. Мы с Лалифак. Еее. Это действительно просто. Не дают вообще никаких действий предпринять. Вываливаются. Получается все по стрельбе. И Мэджор ждет Бадди. И Бадди вряд ли даже догадывается. Не догадывается, но получается это по голове. Трипл для капитана команды Space Soldiers. G2 закупались на все, что имелось. Но они же понимают, что нужно просто в Варсити пытаться хотя бы так тащить раунды. Вряд ли тильт. Это уже просто осознание того, что нужно хотя бы как-то пытаться. Уже два авика пробовали-пробовали. Притом не один раз пушить пробовали-пробовали. Но везде ждут, везде убивают. Что поделать с этим, ну непонятно. Статистика Space Soldiers за три месяца на кэше. 80% побед. 4-1 они идут. Пять матчей все отыграли на карте. Что-то маловато, мне кажется. Кэша вообще в принципе мало. Да. Такая карта популярная. Не всех топовых коллективов. Топовые коллективы любят ее подубрать как раз таки. Ну, например, как Na'Vi. Na'Vi. Кэш вообще не играют. Астралисов мы не так часто едем на карте. Да, кэш. Фейзи любят играть. Да, кэш. Мибор любят играть, да, кэш. Ликвиды любят играть, да, кэш. Кеннис любит убивать по головам. Но и тут же получает в ответ. Еще и тиммейт тоже теряет флешечка. Под нее Ксантарес валивается дальше. Есть игрок на машине, которого отлично ослепило. Ну и Бадди не показывает из-за машины. Смитц замечает оппонента. Но Ксантарес тоже не промах. Начинает навалить по патрончику. Остается пять. Нужно ждать спину, где по-прежнему находится Бадди. Но пока не открывается. Но Ксантарес понимает одного. Место расположения одного и второго. Поэтому Смитца, наверное, он тут будет щелкать первый. Если Смитца с первой пули не взлетит, то Ксантарес... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Бадди! Все-таки вышел с тачки и расстрелял здесь Ксантареса. И, ну, девайсы надо чуть ли не сейвить, наверное, на последний раунд. Потому что бомба пищит. Диффузов нет, ничего нет. Винт не отпускает одного. Второго тоже. Хедшота классного. Такой прицельный, хедшот просто на голову. На! А имчик такой... И выстрел. Цель найдена. Хорошо. Но теперь издевайцы. Лиджуту и Спортс. Опять же, по фрагам здесь обсуждать им нечего. Идут ровно. У них только один взятый раунд. Ну и хотя бы двоечку взять. С двоечки можно комбетчить, с единички нет. Как бы не были плохие спейсы в защите... Они действительно в защите очень плохи. Притом на многих картах. А в атаке у них идет абсолютно все. Даже на нюке они себя чувствуют неплохо на атаке. Ага, пропускает Бадди в смок. Но мейджер будет ждать, когда смок рассеется. И будет ждать Бадди. Бадди выходит на прочек. И Бадди хороший выпад под флешку тиммейта. Продляется смок в мидл. Но, в общем-то, спейсы особо этим моментом не огорчулись. Они просто идут дальше в мейн. Будут давить, как у них это получалось до этого с АВП Смит. Который получает по ногам, но выживает на 45 хп. Еще ничего не ясного в этом раунде. Так что ждем. Ждем и смотрим. Спейсы, парни, жесткие. Жесткие, боевые. Еще с мидл прилетает. Просто простреливают тут со всех сторон. Сейчас им еще с двери прислали бы. Пас там доставил в дверях. Ой-ой, Шокс, отлично. Реверс буст у нас. Минусует Инжина. 3 в 5 ситуация. Под флешку. Ушел под флешку. Да, ушел по проводам. Ну, Аксандарес будет мстить за тиммейтов. Погибает Шокс довольно просто. Без даже ответных выстрелов. Но, в общем, 4 в 3 еще для атаки ничего не кончено. Там была попытка пикнуть своего оппонента из-за белого. Но вот Бадзи могу и подставиться. Потому что Аксандарес их люди не прощают. Такие вот щипания потушки. Надо сразу убивать в голову. Смоук на мейн. Между прочим, интересные от атаки, чтобы была возможность да, раскидку сделать и не подставляться. Аксандарес. Он слышит сейчас Кенниса, который бежит просто на ножей. И мет. И на машине там человек. А можно убежать на Б-плайн. Там же никого нет. А он не успеет перетенуть задавать стреку. Аксандарес просто сейчас будет расстреливать здесь. Раз. Два. И просто его ребята помогают ему. Келикс тоже вышел. Синхронно. Просто несинхронно это делал. 14-1. Я не знаю, что сказать. Тут просто разрыв. Это разрыв. Здесь даже шансов нет. Счет 3-1. После чего ни одного раунда не берут G2 Sport. Показательный пистолетный раунд в исполнении. Турков. Вот этот раунд ты не взяли, который здесь даст. Смогли. Экзистент Шаксон. Или нет. Да, если бы сыграл Энджин чуть, не знаю, как-то хитрее. Возможно, бы этого раунда не было. И какие-то 15-0. Но как же развалят турки просто по головам. Даже не по головам. Просто такими спреями сумасшедшими. Это мне очень успею уже, что они вытворяли. Да, да, да. И вот этот момент. Ну-ка. Нас на лодке. Еще в замеделье. Ну, хороший матч получается для Space Soldiers. Не в общем-то. Но и показательный пистолетный раунд из 70% из 10. Это на кэше тоже за 3 месяца. Поэтому, ну, может быть и 16-1. Да, вполне может быть. Хотя там мы смотрели по статистике пистолетных раундов, что и у G2. Более-менее неплохо. Тут что-то около того. Но, по всей видимости, то, что они берут по статистике на раунды, никак не помогает нам брать карту до кэш. У них обратная статистика. Реверсивно сыграно 5 кэшей, 1 победа и 4 поражения. У команды Space Soldiers наоборот. 4 победы, 1 поражение. Поэтому, если сложить математически, вычесть, там получается, что мы, да, имеем счет 14-1. Изи. Но пока шансов не оставляют. И вот интересно будет смотреть, как сейчас будут ребята из G2 играть за атаку. Будут трястись ручки там, потому что каждый раунд как последний. Ух ты, 2-10. В принципе, аналогичная ситуация, да, в параллельном матче на нашем втором канале. Да, при том, что там явно фавориты, явно аутсайдеры. А у нас здесь более-менее две равные команды. Плюс-минус. Да. Ну, то, что... Ну, небольшой перевес для Space Soldiers, все-таки. Какую игру Space Soldiers вчера показывали против Astralis, я бы фаворитами все-таки поставил. Вот этот, кстати, раунд, это раунд, который любят турки исполнять, отдавать вообще B-plant полностью и делать это четверной подсадочкой. Но их тут просто перестреливают. Прочитали их. Пора уходить на ретейк. Да, там уже бомба на B ставится. Ух ты. Вадим Сиджин. Ноги вверх. Мейджор и пас могут затащить. Нет, не получается. Мейджор и пас. Это нужный был фраг, потому что это все-таки парень, один из самых жестких в команде. Пас. Прочекает. Девяточка видит Смитца. Минус Смитц. Но 7 хп. Всего лишь 7 хп. И нужно пробивать и давать по патрону парный выпад от коллектива G2. И вот он, пистолетный раунд для французов, который был взят. Ну, за счет такого фишечного раунда от Space Soldiers, который немножечко не ожидали. Не успели подсадиться. На самом деле, это реально фишечный раунд. Они это делали еще в прошлом сезоне. Там, полгода назад. Смотри, статистика по защите атаки. Ну, вот и я. Потому что они постоянно этот раунд делают. И к ним просто на халяву на Б-плант выходит. Да. 25 на 10 идет к Сан Тарас. Сумасшедшая статистика. А ведь еще играть, ну, возможно, и много. Машина. Да. Два фрага за Дефенс взять, я думаю, с Пэсси смогут, осилят. А выход через мейн планируется коллективом G2. Пока что бомбу оставили на Т-спауне. У нас практически фул экономический раунд. Лишь один Дигл у Инжин. Остальные Юспы, Кенес, перестреливающих Сан Тарасов. Кэликс там чуть не забирает игроков мейни. Ну, давай хотя бы хэдшот, хотя бы порадуй нас одним фрагом. Нет, не получается ни с Дигла, ни с... Еще и хэшки присылаются. Господи, боже мой. Там еще и по своим начали стрелять с Пэсси. Ну, через свое уже хорошо отвешивают. Ну, с Пэсси отдавались. Это второй раунд был. И они полный эко делали. Ну, там один Дигл, два был у Инжина. Остальные четыре Юспа. Потому что хотят в третьем раунде сыграть в жесткий бай. С 5М-ками или, не знаю, с одним АВиком, может быть. Ну, чтобы у них полная раскидка была. Диффуза, там арморщики хорошие. Поэтому отдают. Ну, у них есть запас, чтобы это отдавать. Хотя здесь деглы взяли. Но они будут, опять же, пытаться удивлять. С деглами с Пэсси хороши. Как и с девайсами, как и без них. Как мы видим, Ксантареса посаживают. Ксантарес начинает спрейсить. Ксантарес присылает один хэдшот. Возможно, еще и второй получится оформить. Есть кому еще помогать. Но, в общем-то, Ксантарес уходит даже более-менее живым. Еще один буст. Эй, Ксантарес замечает. Молотов взлетает за красный. Еще один хэдшот уже от базы влетает. И Ксантарес пытается... Ну, зачем стреляться? Ведь игроки команды с G2. Зачем? Против вас играют далеко не балбесы. Бадди, правда, в спине уже и... Не балбесы по стрельбе они. Да. И ждут. Ждут. Майджер хорошо спрятался. Привет. А, нет, Бадди. Бадди читает всю ситуацию. А тут два человека уже с деглами. Красный Бадди. Нужно убегать срочно. Потому что у него 24 хп остается. И сейчас его могут вообще догнать. Но тут Эксистенс. Эксистенс решает ситуацию для своего коллектива. Браво, капитан. Да, смотрели с PS3 в направлении лишь одного Бадди, которого пытались жать в три пистолета, но забыли совершенно про спину. При том, что могли выбежать из B-планта игроки. И, как мы видели с машины, прилетел Эксистенс, нашел топить с Юмпа. Но теперь байраунд. Что по баю? Какие девайсы? Есть АВП или нет? Да, есть АВП. 4М. Ну, кстати, вот я смотрю, что к Эликсу отдают почаще АВП, нежели мейджору. Видимо, это зависит от карты, на которой играют Space Soldiers, потому что на том же самом трене или на Мираже, или где были еще... На Инферно. Да, на Инферно обычно мейджор играет. А к Эликсу может взять вторую снегрузку винтовку, если уж прям вообще... От остановки. Ох ты, топил его. Пошло спрей неплохой, но на перезарядке ловят игроков защиты. И, в общем-то, это уже 3 в 5. Команде Space Soldiers в самое время призадуматься о сейвисовых девайсах. G2 действует тоже довольно быстро, агрессивно, и в стиле самих Space Off. И вообще, наверное, в стиле карты The Cache, когда атака должна так врываться, у них, получается, даже никого не потеряв, оформить для себя 5-й раунд. Space не пойдут на ретейк, это 14-5. Да, еще слишком долгий путь нужно проделать G2 и спор, чтобы поворотиться за карту The Cache. И вполне это возможно. Видели мы не такие камбэки. Ну, первый бай они берут, потому что Space у нас уходит на сейв. И, ну, девайсики можно, кстати, поубивать. Потому что, чтобы в следующем раунде у нас не было. Потому что, все-таки, два авика и две тридцатки с полной раскидкой, и они же ее не потратили. Потому что быстро у нас ребята вышли, еще калашик подбирают место ямочки. Молот подкидывают, чтобы сюда никто не зашел. Смитс слышит, вот, уважай, Смитс тоже забирает. Ну, экономик себе портит G2. Так прям жестко нельзя по одному уходить. Да, при том, без какой-либо флешки, без возможности обмануть оппонента. Просто идут и напарываются на капитаны команды Space Soldiers. Будет, да, бай. Еще калаш просто к Сан Тарусу отдадут. Я так понимаю, смотри, калаш у Ксан Таруса. Нет? Нет. И нету мейджера. Капитану дали. Ну, капитан там тоже ждет 16 на 9. Как вон тапает просто Ксан Тарус, я бы ему калаша дал м-ку в мейджеру. Какая разница? Там, видимо, от позиции зависит, где будут стоять ребята. Ну, какая разница, где у тебя калаш стоит? А вдруг под б пойдут? А ты без калаша? Ну, а если бы у тебя вообще калаша не было бы? И они под б пошли бы, что-то печально? Ну, видимо, так все решили, что и так справятся, и все будет нормально. Может быть, там будет Ксан Тарус топить одним спреем по дверям или по мейну. А калашников менее управляемый девайс. Нет, джин хороший, сейчас хаяшечка залетит. Нет, не снимает. Так вроде неплохо она летела, но на гости там жестко никто не сидел. Кеннису все, 5 хп сняла. Алик от Кенниса. Контролирует он мейн. Шокс у нас в закрытой там стоит. Смитс. Пора выходить, но надо пропрыгивать. Вот это вот хорошее. Вот это хорошее. Матч на ноке, Кеннис. Отдает Ксан Тарусу с АВП. Это лишает турка жизни. Паз за троечку прячется. Есть Смог. Сразу переключается на него в случае чего. Смог так же залетает на хайвей на просвет. Смог тушит пазу на троечку. Ну и Кеннис что-то вешает прострелом по пазу. Это был прострел через Б3. И теперь уже ситуация 3-5. Снова. Не в самых лучших кондициях Space Rogers. Нужно снова убегать. Снова ставить калашников, снайперскую винтовку. И желательно никому не терять. А тут Бадди на бусте. Бадди не успевает. Отпускает Инджина. Но теперь, понимаете, находятся турки. И вполне возможно, что сейчас выбивание этих девайсов принесет побольше плодов. Но нужно идти выбивать. Остается 2 человека у нас на аппланте. В подсадке будут играть за квадом. И 3 человека пошли выбивать. Молика уже нету. Как бы можно было бы закинуть капли, прочекать. А там есть человек. У нас на каплях стоит, по-моему, да? Или нет? Это под девяткой. Бадди. Минус Инджин. Два человека с внешней стороны. Очень опасно, на самом деле, там стоит Келикс. Потому что если выйдет кто-то, то... И минуснет Мейджор быстро. То Келикс не успеет перевестись. Да. Но мы решили играть именно таким образом. Конечно, можно попробовать и каплю прошить в этом отношении. Мейджор уже уходит на девятку. Келикс где-то там тоже близко. Но теперь нужен экономический раунд для Space Orders. Хотя, зная турков, они могут по-прежнему уйти в бай. И, получив дроп от тиммейта, еще раз попробовать сыграть с девайсами. Но, по-моему, нет. 3-11 фейс-клан ведут по-прежнему на карте DeInferno, по-моему. Последний раунд первой половины. Да. Ну, я не думаю, что Эго сильно камбэкнут против такой команды. Им было против Херойков сложновато. А сейчас, видимо, что там опять у них не в кондиции. Не хватает ему ВВП конкретно. Потому что Шперас ВВП там особо не показывал. Ну, посмотрим. Возможно, Эго и Спорт расстроят. Ох ты, промах от Келикс. Ну, я ему тоже много ХП не снимаю. Хотя был он с первым армором. Не прострелили его нормально. Да. Защита пока от Space Orders не такая радужная, как их атака. Атака, конечно, у них была очень мощная. Разношерстная. С классной раскидкой. И с классными быстрыми выходами. Паза подсаживают. Реверс-бустом. Сейчас может делать минус. Ой, как сейчас они ждут. Минус все-таки успевает сделать. Экзистенс успел на нее перевестись. Прекрасно понимает, что второй человек может быть под винтами. Как раз таки. Там стоит у нас паз. Сантерос выходит, поджимает мейн. Сейчас будет информацию давать своему коллективу. Ох ты, тут Смит может поставиться. Смит стереть еще и бомбу. Но она не выпадает. И можно попробовать забрать еще и экзистенс. Не получается. Слишком мало ХП было у паза. Тут же с Калашом мейджор не справляется. Тут же 2 в 3. Но есть снайперская метовка. От Келикс присылается. Молдов, наверное, конечно, на девяточку. Хотя Гридита в пленте. Через буст. Кеннис, да. Контролирует здесь Сантерос. Но это будет... Пачка выпала. А пачечка-то валяется. Пачечка-то валяется. И Шокс будет выходить. Все. Грамотно держит. Келикс. А вышел уже. А прочекает ли вид на снайперскую винтовку? Келикс проигрывает. Но как был близок игрок турецкой команды к тому, чтобы вытащить клатч. Ну, по факту, даже экономический раунд для своей команды. И там 8-300 у Келикс. Он может позволить себе еще одну снайперскую винтовку. Без особых проблем. Но это минус экономика почти у всей команды G2. Что, опять же, неплохо. Если забирают раунд сейчас с поясы, то, вероятнее, у G2 будет не так, чтобы много денег. Сейчас посмотрим, конечно. Не денег у G2 нормально. Напоминаем, что первый плейн закончил со счетом 14-1 в пользу спейсов. И пока 6 раундов G2 у нас берут. И Кеннис еще минус Келикс. Лавик забирает нас мейджор. Здесь нужно откидываться очень срочно. Чтобы его тут не забрали. Потому что его сейчас там гранатами будет закидывать. И на него просто выходить. Уже его видят. Хороший быстрый фазумчик. Еще чуть-чуть Кеннис тут не забирает. Еще, еще. Кеннис уже навестись не может. Разводит его. А, Кеннис! Мейджор уходит еще в плейнг. Сантарес минус Кеннис. Смитс минус Инжин где-то в районе буста. Ой, в районе винта, то есть. Да. Ну, этот раунд можно брать. Шокс с Калашом, Смитс с Калашом. Лавиков нету. Пас сейчас будет как раз контролировать ситуацию. То, что с мейна будет уходить, нет. Шокс у нас. Смитс у нас пошел через... А, они оба через Квик. И он их сейчас слышит, по идее. Скрип открыли. Собирает минус Смитс. Шокса тоже перестреливает. Ну, наконец-то, 15 раундов. 8 матч-поинтов для спейсов. Ну, как же там мейджор жил столько долго времени. Сделал минус. Он так и не умер. Там еще с Кеннисом эти перестрелки сумасшедшие были. Еще невероятного формата. Там и Кеннис мог бы забирать инициативу для своей команды и уже идти в плюс. Да, деньги есть в G2 Sports. Также и спейсы закупаются. Хаешка опять полетела как-то в ремьяму. Но 8 матч-поинтов для спейсов. Я думаю, что какой-то один раунд все-таки в шальной-то возьмут. Если уж так пойдет. А может быть даже на уверенности. Санта, раз это под флэш можно запустить. Пойдет? Вот флэшка пошла. Ой, ну Бадди ему просто клипы им дал. Даже не поступает. По Шоксу тоже залетает там. Аккуратно здесь пазу нужно быть. Пазу уже проседает. План ХП отличный минус по смитцу делает. Авик работает. Келикс минус Бадди. Паз еще живет. Молик у нас на фортлиф полетел. Тоже не даст выйти там АВП. Кеннис с 17 хп остается. Келикс его стреляет экзистенс. Энджин минус Кеннис. Кеннис последний. Шокс то есть последний. Шокса тоже минусует за Б3. И это сколько? 16-7, да? 16-7. Очень уверенная первая половина. Ну и конечно вторая половина была под началом команды G2 Sports. Но дальше эти два фрага, два раунда и мейджор выживающий. И Келикс тоже был в одном буквально фраге того, что... Поигрались. Ну типа мы попробуем еще какие-то тактики. Давайте подкомбейщитесь чуть-чуть. Но мы потом вас закроем. Да, еще Инферно у нас впереди от этих команд, которые мы посмотрим буквально через небольшую.